Не пропущенный вызов. Сегодня в Минске провели эксперимент, чтобы проверить, уступает ли дорогу спецтранспорту, спешащему на помощь с мигалками. Речь о скорых и пожарных автомобилях. По закону их пропустить без условностей. А в реальности многие не готовы жертвовать своим временем, чтобы лишние секунды простоять на перекрестке. Реальная ситуация в сюжете Ольги Петрашевской. Это не заезд с мигалками для камеры, а реальный вызов. Скорая пытается успеть к мужчине, который, по словам родственницы, уже еле дышит. Вовсе не загруженный центр Минска и пока совсем не час пик. Троллейбус пропускает, пешеход торопится изо всех сил, но на одном из перекрестков скорую откровенно игнорируют. Буквально минуты, секунды решают. Тяжело больного везли. В скорую помощь врезалась машина. Этого больного не довезли. Он умер. Это то, что недавно было? Нет. Таких случаев нет. Очень много. Из свежего. Буквально неделю назад в скорую, которая везла тяжелую больную, врезался не пропустивший ее автомобиль. Пациентка в итоге скончалась в больнице. Впрочем, не только чужая жизнь, но и пожар. Аргумент не для всех водителей. Учебная машина испугалась, а здесь два ряда стали делать коридор. Но выехав на перекресток, спасатели и не подумали пропустить сразу несколько машин. За последние 10 лет работы тенденция ухудшается, так как, видимо, появляется больше автомобилей. И снова скорая, и снова экстренный вызов. Но белому авто, видимо, нужно быстрее. Ну, я не заметила. А у вас были случаи, что ваших родных забирала скорая? Не забыли, конечно. Но я понимаю, но так вышло. А еще вышло так, что дама вообще не имела права садиться за руль. Лишили несколько лет назад за передачу управления нетрезвому человеку. Причем девушка еще и пыталась обмануть инспекторов, что успешно прошла пересдачу в ГАИ. Ходила пересдавать уже раз пять туда. Не пересдали. Пересдали или нет? Честно, не пересдала. Ну, честно, все равно все права управления. А ведь цена такого непропущенного вызова для всех будет разной. Водитель заплатит штраф или лишится прав на срок до года, а тяжелому пациенту пресловутых секунд может попросту не хватить. И хорошо, если у этих автолюбителей с таким пациентом не будет ничего общего. Ольга Петрашевская, Тамер Малак, телекомпания СТВ.